Надзорный орган Караганды надолго и всерьез занялся проблемой алименщиков. Если люди не понимают своих обязанностей по отношению к собственным детям, их надо попросту заставить оплачивать необходимые расходы на ребенка. И у государства есть немало законных рычагов, позволяющих это сделать. Исполнительные документы, находящиеся в производстве судебных исполнителей, насчитываются тысячами. Время уговоров и объяснений прошло. Настало пора действовать жестко и принципиально. Так, на производстве судебных исполнителей октябрьских территориальных отделов находятся более 3000 исполнительных документов. О взыскании алиментов с должников в количестве тоже более 3000 человек. Из них 1208 человек являются безработными и не имеют постоянного дохода. В этой связи прокуратура района направлены списки по полномочиям государственным органам для постановки этих должников на соответствующий учет для последующего их трудоустройства. Прокуратура Октябрьского района проводит совместные с судебными исполнителями мероприятия, чтобы защитить права несовершеннолетних. Но при проверках были обнаружены факты неэффективного поиска должников. Так, встречной проверкой проведенной прокуратурой района было установлено 6 должников, находящихся в розыске из 26 в общем объявленных в розыск, которые все проживали по адресам, указанным в исполнительных документах. Один из которых был привлечен к административной ответственности, имея заступивший закону силы постановления административного суда по статье 524, то есть за неисполнение судебных требований судебных актов по уплате алиментов. От положенных платежей сложно увернуться. Некий гражданин Аспанов дождался, что судебные исполнители арестовали его машину. Столь строгое предупреждение не возымело действие. Время увещеваний закончено, господа. Прокуратурой района будут приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности вплоть до уголовной. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.